Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден, 1 октября Двойной грохот от орудий и от бесконечных обозов с ранеными. Их везут на четырехколесных фурах, по два, по три, по четыре человека. На вокзале стоит только что пришедший с юга поезд с тысячью двумя стами пятью десяти человек ранеными. Раненые из третьего сибирского корпуса, из умского и тобольского полков на нашем левом фланге, но еще больше убитыми осталось на месте из этих двух полков. Их окружили, патроны вышли у них, надеялись, что первый сибирский корпус придет на помощь, но обстоятельства оттянули его вправо. Тогда какой-то офицер сказал, умереть, братцы, осталось с честью. И бились же мы, рассказывает раненый, бились до последнего, до ночи. Кто мог, ушел ночью, из двух полков и двух род не осталось. Раненых подобрали? Нет. Кто мог, как я, идти, шел сам. Один с двумя пулями в голове. Этот с двумя пулями здесь же, в поезде, с русой бородой, с повязанной головой сидит и о чем-то бойко рассказывает. Стоящий доктор говорит, у меня на практике здесь был офицер с пробитой насквозь головой. Тоже несколько дней чувствовал себя отлично, даже без повышения температуры. А затем сразу воспаление мозга и смерть. Это, конечно, самое лучшее, потому что, если бы и выжил, то стал бы идиотом. Описываемый бой происходил 28 сентября левее Шахе. Сегодня общее наступление у нас. Только бы снаряды поспевали. Десять или восемь вагонов снарядов сегодня должны прибыть. Восемьдесят вагонов уже прошли станцию Маньчжурия. Как пример отчаянности японцев, атака имя Воронежского полка 10-го корпуса. Они окружили его, врезавшись своей бригадой в центр наших войск. Эту бригаду почти всю уничтожили. Получено предупреждение быть наготове и очистить Мукден. Задача очень трудная ввиду того, что весь подвижной состав едва успевает увозить раненых. Точно сыплются на платформу откуда-то эти десятки тысяч людей с перебитыми руками и ногами, с пробитыми животами, грудью, черепами. Сгорбленные, сморщенные, скривленные фигуры, страшные лица. «У вас что?» «А-ва-ва!» И вспухшее лицо показывает разорванный кровяной язык и пальцем объясняет, что пуля куда-то через затылок прошла дальше. Но ничего не может быть страшнее и ужаснее, когда никакого лица не видно. Какой-то офицер неподвижно, как мумия, лежит, и все лицо его и глаза забинтованы. Только рот и ноздри видны. Плотно-плотно забинтовано и зашито. На бинтах сверху синим карандашом написано столько, что исписана вся голова. «Ах, Боже мой!» — говорит француз. «Но такой ад возможен только у вас, азиатов. По нескольку раз в сутки позиция переходит из рук в руки и все с тем же безумным ожесточением, с той же ненасытностью и осатанелостью. Я наблюдал, я видел, как в полном изнеможении падали, наконец, обе стороны и лежали так, ожидая прилива сил и соображая, как и куда, вскочив, опять ринуться друг на друга. Ведь десятые сутки, поход и седьмые сражения днем и ночью. Никогда история еще не знала такого генерального сражения. Это только азиатам и доступно. Наш нервный европеец давно бы с ума сошел, и только теперь я вижу, насколько и вы, русские, еще азиаты». И все приезжающие с позиции удостоверяют, что проснувшаяся энергия в наших войсках все крепнет и крепнет, закаляются, и только здесь, в этом огневом горниле, постигаешь до осязаемости смысл этого «закаляются». Нет отступления. И когда доносят, что какая-нибудь позиция взята, в ответ неумолимая. «Обратно взять, какой бы то ни было ценой. Тридцать, шестьдесят, сто тысяч потерять. Ну, договориться, наконец». «Нет снарядов». «Будут. А у японцев, если нет, то больше и не будет». «Два наших полка, о которых я писал, окружили японцы. Снаряды у них вышли, а новые нельзя было подать. И они бросали камни, дрались штыками, прикладами. Страшные раны и почти всегда смертельные. Удары прикладами в голову и в лицо. Лицо исчезает во вздутой бесформенной массе». Вот рассказ офицера 9-го Ингер-Мандландского 17-го корпуса полка. 28 сентября приказано было занять деревню Иэндоушиум по правую сторону дороги за Шахе и рядом с ней безыменную сопку. В атаку пошли 3-й и 4-й батальоны. В этой атаке убит командир полка и его сын. Японцев прогнали и гнали полторы версты. Тогда японцы весь огонь своих орудий сосредоточили на Ингер-Мандландсах. Пришлось уйти назад от деревни. Но к вечеру пришел приказ командующего взять во что бы то ни стало назад деревню. Полковник Мартынов, уже несколько раз отличившийся за эту компанию, очень талантливый и решительный, повел своих зарайцев, хитрых рязанцев. И так искусно подкрался, что напал врасплох и взял деревню без выстрела. Часть японцев в это время ужинала, часть уже спала, и, как были вскочив, они бросились бежать, преследуемые нашими. Они ели в теплых накидках, в мягких теплых сапогах. Наши доели их ужин, завернулись в их накидки и легли спать. Но только что легли, как началась из гаоляны ружейная стрельба. Это стреляла часть бежавших японцев. Наши вскочили и бросились в гаоляны, перекололи их. На утро японцы опять открыли отчаянный огонь. Пришлось опять отступать. Одновременно японцы атаковали и безыменную сопку и взяли ее, перерезав четыреста наших. Опять кричат, «Взять назад!» во что бы то ни стало. Три полка пошли. От Епифаньевского осталось несколько десятков. Отступили. Бригадный видит, идет с этой горстью оставшихся солдат-офицер, набросился на него, «Что вы здесь делаете? Ступайте в полк!» Это, говорит, весь полк. До четырех часов бились, и пришлось все-таки отступить. Отступил десятый корпус, охраняя левый фланг семнадцатого. Пришлось и семнадцатому отступить за реку Шахия. Только что получено известие, что Тумполинский перевал взят, и дороги кентайским копям для нас открыты. И сразу у всех заметен подъем духа. А возбужденный и радостный Эн-Е торопливо говорит, «Теперь наша победа несомненна. Вопрос двух-трех дней всего. Японская армия окружена и или разбита, или сдастся!» Он смеется и кончает. Это представляется ей на выбор. Но опять новое известие, что в десятом корпусе, в девятой артиллерийской бригаде, в трех батареях были перебиты вся прислуга, все лошади и все орудия остались в руках у японцев. Ночью мы отняли шестнадцать орудий, но на другой день японцы взяли их опять обратно. Много горячих рассказов о том, что командующий сам руководит боем и его постоянно видят под огнем. За это одни обвиняют его, другие доказывают, что это необходимо. Необходимо? А если убьют? Другого Куропаткина нет? Я ни на йоту не преувеличу, если скажу, что командующего обожает армия. И можно представить, поэтому, как горячо ведется спор. Говорят и о Мищенке, об его спокойствии под огнем, когда он лениво говорит горячащемуся офицеру, не возмущайтесь. Говорят тоже с любовью, как не только о намеченном, но уже и оправдавшем надежды. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова